Приветствую вас и следую своему убеждению о том, что отвечать нужно только на вопрос клиента, и не более того, я постараюсь ответить вам именно на начальный запрос, как сделать так, чтобы конфликт исчез, а после, если это возможно, я скажу пару слов про вашу ситуацию в целом. Итак, вас не устраивает реакция нашей матери и бабочки? Вы, прежде чем не устраиваться их реакции, постарайтесь понять. Эти люди хотели быть для вас счастьем, хотели быть для вас радости и гармонии, хотели бы, чтобы вы получили достойную семью, идеального хорошего мужа, ну и, собственно говоря, прекрасную жизнь. Этого хочет каждый родитель для своего ребенка. И, наверное, в вашей ситуации любой любящий родитель поступил бы именно так, как поступили ваши мамы и бабочки. Они обижаются на вас, потому что, точнее, не разговаривают с вами, потому что считают, что то, что вы делаете, есть каприз. Каприз. Просто капризное поведение ребенка. Они считают, что вы ребенок. Ваша мама считает вас ребенком просто потому, что она мама. Ну, а бабочка, естественно, тоже считает вас маленькой несмешленой. Вот люди старшего поколения склонны именно к тому, чтобы считать своих детей или внуков несмешлеными. Они почему-то думают, что они самые умные, они все знают, все понимают и так далее. И отчасти в чем-то действительно так, в чем-то. Они действительно могут быть мудрее. Они действительно могут быть в чем-то лучше разбираться. У них где-то, и правда, может быть больше опыта, но они люди своего времени. Они люди своего поколения. Может быть даже в своей эпохе, потому что, например, бабочка, уверена, жила в Советском Союзе еще, и это совесть с верностью можно назвать эпохой. И они в силу своего восприятия не могут понять вас. Они не смогут вас понять, потому что это другие люди. Это другие люди. У них было другое время. И у них свои ценности отличные от вас. У них свои мысли отличные от вас. У них свои идеалы отличные от вас. Но они любят вас. Их отдают вам счастье. И потому отсюда и такой их победитель победит. Что вы можете сделать в данной ситуации? Разговаривать бесполезно. Потому что, ну, объективно, они не хотят вас понимать. Понимаете, если они примут вашу точку зрения, это означает, что они ошибались. Ошибка для них означает, что их точка зрения была неверной. Их мировоззрение для них не было верным. И получается, что они и живут неверно. Для взрослого, больного человека это, ну, очень, почти невозможно для нас. И потому переубеждать, открытно, прямо, не имеет смысла. Приведет к еще большему конфликту. Как вот вы правильно написали, что все разговоры привлекательны. Что можно сделать? Делать можно вот что. Допасти терпение. Показать, что вы действительно счастливы с этим мужчиной. Каким бы ни был. Кем бы ни был. Что это то, чего вы хотите для себя, в первую очередь. Это ваш выбор. Выбор осознанный, волевой, свободный. Акт свободной воли. Вашей воли. И когда ваша мама и бабочка увидят, что вы счастливы. Что вы действительно счастливы. Они постепенно поймут, что ваше счастье искреннее. И им, по сути, этого будет достаточно. Если они вас любят. Они не сразу признают, что вы поступили даже неправильно. Правильно, неправильно это не то. Они не сразу признают, что у вас есть как бы своя жизнь. И то, что им не нравится, если им что-то не нравится, это не обязательно исключает возможность для вас быть счастливой. Вот эту истину им нужно понять. Но им нужно понять это самостоятельно. То есть, самостоятельно прийти к такому заключению. А это возможно будет в том случае, если вы реально будете счастливы. То есть, если вам будет что по факту им предъявить. И здесь есть два момента. Первый момент. Почему бабочка и мама так сильно, так резко отреагировали? Складывается ощущение, что эти люди имеют личную заинтересованность в данной ситуации. Как написали мои коллеги до этого, может быть, у них в жизни было что-то подобное. На это нужно делать скидку. То есть, если они имели негативный опыт, вам этот негативный опыт не перебить. Они получили его самостоятельно и теперь они лишь хотят вас уберечь от него. И все. Никак не получится у вас, ну, сказать им, что вы ошибок не повторите. Потому что, еще раз говорю, это взрослые люди со своей настоящей системой мировоззрения. И, ну, ошибочно не думают, что вы сможете их переубедить. Пожалуй, на этом относительно вашего запроса можно сделать точку. Можно поставить точку и сказать, что, в общем-то, на вопрос ваш ответ был дан. Но, поскольку ситуация ваша достаточно сложная, то хочу сказать пару слов про мужчину. Вы уже один раз наступили на граб. То есть, вы уже страдали от его образа жизни. Он пообещал вам, что будет действовать, как бы тут сказать, по-другому. Он изменит на него лучше. Обещание хорошее. И хороший знак, что человек осознает, что у него есть проблемы. Но очень велика вероятность, что сам он от этого не избавится. Дело в том, что алкогольная зависимость, если у него именно зависимость, это, по сути, такой же наркотический эффект. То есть, когда человек, не получая какое-то время алкоголь, начинает испытывать четкую ломку. И ему необходима доза для того, чтобы эту ломку снять. Так вот, это химические реакции. Это химические реакции в организме, к сожалению, мешают адекватному восприятию мира. Человек, может быть, и понимает, что не нужно пить, но все равно будет пить. Потому что и действует физиология. Физиология в некоторых моментах сильнее, чем сила воли человека. Нужна феноменальная сила воли для того, чтобы физиологию самостоятельно преодолеть. Если бы эта сила воли была, я думаю, что ваш мужчина не пил бы вообще. И вот, что вам желательно сделать, кроме всего прочего, это понять, почему мужчина начал пить. Что толкнуло его к такому образу жизни изначально? Каковы были причины? И если вы сможете эти причины устранить, то вам будет легче справиться с алкогольной зависимости к мужчинам. Если же причины оставить, причины не устранять, с ними не работать, а только лечить симптомы, то, скорее всего, мужчина так и будет пить. Можно сколько угодно человека кодировать. Можно сколько угодно ходить к психологу, обществу аназимных алкоголиков и прочее. Все это можно делать, сколько угодно долго, но если изначально обстоятельства, которые толкают человека на то, чтобы пить, не устранены, то, соответственно, нет никакой возможности окончательно же человека избавить от алкогольной зависимости. Вот примерно такая будет форма моего ответа для вас. Я не буду говорить о том, что вы созависимы, что у вас есть такая проблема, проблема созависимы. Пока вы сами ее не осознали, мне бы не хотелось рисовать для вас лишние проблемы, ибо их и так много, их и так у вас слишком много, их хватает. Со временем, если вы увидите, что мужчина не оправдал своих обещаний, вы поймете, что вы действительно зависит от него. И тогда придете снова к нам, уже со зависимостью. И тогда мы поможем вам решить эту проблему. Но пока все проблемы нужно решать по мере их поступления. Пока решение вашей проблемы, той, которую вы описали, и той, которая перед вами стоит вообще, именно такой. На этом все. Надеюсь, что поможет вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по моему. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим. Пожалуйста, буду вам очень благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok